Те, кто регулярно делает маникюр и педикюр, мечтают о хорошем мастере, которому легко записаться в удобное время. Те же, кто организует красивый бизнес, обычно озадачены кадровым вопросом. Основательница студии Лаки, участница известного телевизионного реалити-проекта «Теперь я в деле» развивает свой бизнес со всех сторон, решая эффективно все возникающие вопросы. На определенном этапе мы пришли к тому, что нам нужно повышать уровень мастерства наших мастеров и нам нужно где-то их обучать. Плюс нам нужны были новые кадры на рынке, мы, к сожалению, не могли их получить, либо получали их не с тем профессиональными знаниями, которые нам нужны были. Поэтому мы создали школу. Такая, да, наверное, социальная миссия, которая для меня очень важна, что мы даем новую профессию людям и их жизнь кардинально меняется. Я вокалист профессиональный, моя квалификация – оперный певец. Но я решила просто как, может быть, в хобби дополнить немножко свою, так сказать, музыкальную деятельность и заняться кардинально другим вообще делом. До этого работала в совсем другой сфере, решила ее сменить, работала в торговле, решила полностью что-то поменять в своей жизни, ну и, думаю, заняться любимым хобби, что доставляет удовольствие. Всегда просто был интересен этот процесс, его тонкости, и я захотела просто понять для себя, смогу ли я выполнять маникюр. И потом, когда узнала, что, собственно, в любимой студии появилась школа, решила попробовать себя. Да, лично для меня это очень интересная профессия, которая дарит мне море положительных эмоций, приятных, где я вижу великолепный результат, чем очень довольна. Чтобы не потерять полученные навыки, необходимо сразу же начать применять их на практике. А поскольку вакансий для начинающих мастеров на рынке немного, это становится проблемой. Но в школе все же есть предложения для выпускников. Лучшие из них сразу после получения диплома могут начать работу в салоне в качестве стажера. Но чтобы стать лучшим, надо сильно постараться. Очень часто после курсов обучения лучших мы оставляем у себя в команде, стажируем их, поддерживаем морально, профессионально. И, конечно же, у нас проходят также мастер-классы для повышения квалификации своих же мастеров. Девочки растут и дорастают до мастеров первой категории, со стажеров. И есть возможность дорасти до топ-мастерства. Сначала я была стажером, мастером-стажером, но теперь меня перевели в мастера. Но я стараюсь, да, все получается. Конечно, может быть, не всегда и не так идеально, как хотелось бы, но я стремлюсь. Очень нравится работать аппаратом, потому что после завершения процедуры руки выглядят очень ухоженными. И мне это очень доставляет большое удовольствие. Кто-то выбирает эту профессию основной, а у кого-то она так и остается в разделе хобби. Возможность выбора подходящих курсов в этом очень удобна. От интенсива длиной в пять дней до вечерних и выходных занятий. Чтобы нам создать полноценного мастера, я все-таки рекомендую пойти обучаться на мастера-универсала, кто владеет техникой, и маникюра, и педикюра. Наработанные навыки у него пойдут быстрее. То есть вот этот прогресс, он будет значительно быстрее. Самые популярные у нас курсы – это курсы с нуля. Для меня это самые интересные курсы. Это самые интересные встречи – это наблюдение и участие непосредственно в становлении человека как мастера маникюра. Когда человек не умеет ничего, а тебе нужно за какой-то промежуток времени обучить его новому, можно так даже сказать, ремеслу, творчеству определенному, и еще донести ту информацию, которую ты владеешь, в том количестве, чтобы его не перегрузить, и в то же время влюбить его в эту профессию. Я очень люблю этот курс преподавать, и мы делаем большой акцент как раз на обучении с нуля. Конечно, было такое. В процессе работы возникало много тонкостей, много вопросов. Естественно, она всегда помогала. Конечно, сложно. Нужно учитывать много нюансов. Опять же, стараться, чтобы у тебя получался очень хороший маникюр. Очень много в процессе обучения я узнала тонкостей различных, поэтому осталась очень довольна, благодарна своим педагогам за безусловную веру в своих учеников. Если вы каждый раз, сидя на маникюре, не листаете ленту в телефоне или смотрите сериал, а внимательно и с наслаждением наблюдаете за процессом, то вам совершенно точно стоит попробовать себя в этой профессии. Ведь она настолько многогранна, что сочетает в себе и художественную сторону, и медицинскую, и техническую, и даже психологическую.